Знакомьтесь, участники нашей новой передачи ЭМАУС. Сели и поехали! Фиу! Архитякон Андрей! Ну и конечно же Барсик! Мяу! Друзья, ну что, ЭМАУС продолжается. Мы с Филиппом на выезде с Одессы, как обычно, заехали к святителю Николаю, взяли благословение, помолились и едем, друзья, продолжаем наш ЭМАУС. Мы едем. Ребята, куда вы подумайте? Правильно, на восток нашей страны. Мы все это вам покажем. Вы такого, ну, реально еще не видели. Да, друзья, вас ждет очень серьезно. Держите за нас кулаки. У-ху! 1270 километров, друзья, позади. Большая стройка по всей Украине. Киев, Харьков, Славинск, Краматорг. Все это мы приехали с Филиппом и приехали в село Сергеевка, где находится абсолютно новый монастырь, построенный 18 лет назад трудами очень известных, важных людей. Но в этом монастыре уже есть своя история, есть своя красота. И все это мы покажем в выпуске ЭМАУС, потому что ЭМАУС, ребята, это не просто сели, поехали, вот еще взяли и посмотрели. ЭМАУС 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 друзья зайдем в монастырь мы любезно встречаем матушку игумния феодосия здравствуйте матушка дорогая мы приехали к вам специально с нашей передачи мус который вы уже наверное начинают уже что-то смотрели что вы понимали матушка феодосия насколько я знаю вы наша поклонница почитательница подписчица матушка все смотрит все видит и нам будет очень наверное легко сегодня сделать репортаж сделать материал показать что такое донбасс какие здесь монастыри каком состоянии и показать про этот монастырь хороший и вы нам все расскажите наверно замысл и Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы сейчас имеем возможность погрузиться в молодую историю этого монастыря И Матуша Игумна, мы вас слушаем любезно и надеемся, что вы расскажете всю правду Всех приветствую, мы рады приветствовать сегодняшний день наших дорогих хадиситов Потому что мы уже знакомы, два года назад Владыка Агафангел был у нас в гостях С этими великолепными деканами С этими пузатыми хлопцами Вот мы познакомились тогда и поддерживаем на протяжении этого времени общение Поэтому очень рады, что вы к нам добрались Да, действительно, наша обитель очень молодая Потому что история небольшая, всего начинается с 2000 года В этом году, 2 октября, исполнится 18 лет Как был дан мне указ Владыкой Иларионом Чтобы я сюда ехала, как исполняя послушание старшей сестры Ну а как монастырь, как это получилось? Получилось это, вообще я считаю, что этот монастырь это круг послушания Потому что храм основного построен на месте взорванного в 1938 году бывшего храма дореволюционного А в честь кого он был? В честь кого был храм святителя Василия Парийского Василий Парийский, кто не знает зайдите в интернет, почитайте Святитель, да, Василий Парийский В 1846 году это село получил наследство статный советник Шабельский Павел Васильевич И в 1847 году он получил разрешение, согласно своему прошению, на строительство храма здесь Но он умер, не увидя храма Его дело продолжила его вдовствующая супруга Екатерина Васильевна Шабельская Храм строился 10 лет В 1857 году храм был окончен, строительство было храма И в этом же году, в августе месяце, святитель Филарет Гумилевский Который ныне своими мощами находится в Троицком соборе города Чернигово Вот, он освящал этот храм Так вы что? Да Какая связь, да? Такая связь, да, интересная Я в Чернигове училась, названа в честь святителя Феодофия А святитель Филарет Гумилевский освящал храм, тот, который был Вот вам уже первые чудеса, друзья Ну, вообще в церкви вообще ничего случайно не бывает Все как-то связано, повязано Мы все, как я говорю, родичи, все братья и сестры во Христе Прямо по-настоящему Этот храм существовал до 1930 года В нем была живая приходская жизнь Было 1840, насколько я помню цифру, мужского пола прихожан И 1775 прихожан женского пола То есть был большой, огромный приход Огромный приход Все ближайшие села тоже к нему обращались Вот, но постигла участь, как тогда, в советский период В 30-е годы, как наш собор пироженский в 36-ом взорвали в Одессе и тут уже В 1930 году храм был закрыт, превращен в зернохранилище Стандартно Ну, хорошо, хоть не туалет Ну, по-всякому было, да А потом, в 1938 году, когда, так сказать, террор был против церкви немножко ужесточен Его взорвали, стерли с лица земли И здесь был, ну, типа парк Вот Ну, как-то, милость у Божьей, это место сохранилось Здесь ничего не построили, никакие дома, никакой супермарк И, конечно, люди хранили память о храме, о святынях Потому что, ну, это невозможно стереть Мы находимся сейчас в главном храме нашей обители Храм преподобного Сергия Радонежского Вот, как я уже сказала Благочестивые люди хранили память о том храме, который был здесь в дореволюционное время Вот, и я сказала, что мое такое мнение, может, оно монашеское Что этот храм и обитель, это, конечно, плод послушания Здесь родился, вырос Виктор Павлович Пшенко Здесь жили... С этого села родом, да? Да, с этого села родом И его мать была очень верующим глубоким человеком И она как-то в разговоре сказала Что хотелось бы, сынок, чтобы в память о храме, который здесь был Хотя бы часовеньку поставить на том месте Ну, поэтому я говорю, что плод послушания Потому что он послушал свою маму, раба Божия вера Вот, построили храм И когда, после окончания строительства храма Виктор Павлович сюда в гости привез Владыку Илариона Он сказал быть здесь в монастыре Вот, наверное, из вот таких... Владыка Ларин своим взглядом необычно посмотрел, да? Да Как обычно на эту местность посмотрел на это все Да Это изначально уже была такая построенная обитель Или это был храм? Нет, это был просто приходской храм А, то есть еще не было, Владыка Ларин уже знает, да? Да Тут только был храм, трапезная одноэтажная И в планировке был дом для священника Ну, где мог остановиться священник Это все, что мы вот приехали сюда и увидели П occasionally ждали И умеряем Ютуб — в Лос proporка Могу я помню Ютуб — в СССР Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» 15 марта 2013 года этот образ был сюда перенесен в обитель. Перед этим он полгода крестным ходом обошел всю нашу епархию. Въездом Пасхи был во всех храмах, почти во всех больших храмах епархии. Матушка, скоро послушница, расскажите, для чего вообще эта икона существует? Как говорят народы, что у нее просят? Просят всего. Вообще образ очень древний, в 2 веки было это чудо на Афоне, когда монах Нил, трапезарь, который исполняет послушание трапезной. Столовый, кто не знает. Раньше разжигали печи от лампады и он нес лучину от лампады и все время коптил. Ему был голос, что не копти, не ходи тут мою икону. Он так не отреагировал раз-два, а на третий раз он ослеп. Потом собрались братья, он покаялся в том, что пренебрег голосом Божией Матери. Покаялся, был отслужен молебен у иконы братский. И с этого времени явилось ему ответом на их молитву и покаяние, было явление Божией Матери, что от этого дня моя икона будет называться скоропослушницей. Все моления и сопрошения, которые будут возноситься перед ней, будут скоро услышаны. Поэтому икона названа самой Царицей Небесной. Так что, друзья, кто приедет в Северский монастырь, всегда имеет возможность прийти к этому огромному образу Божией Матери, у которого есть своя история. И каждый помолится и получит то, что считает нужным для своей души. Ну, конечно, то, что считает нужным Божией Матери. Друзья, ну, здесь я вам хочу сказать очень серьезно, швейная компания ЦЭК. Потому что, где мы были, да, Филипп, там... Там все такое, ветхий завет, там старые машинки. Тут гляньте, какая аппаратура стоит. Посмотрите, посмотрите, что такое дембасс, ребята, как это серьезно все. Посмотрите, можно заказать, кстати, здесь футболки для нас, Филипп, МАУС, да, какие-то? Да, да, да. Посмотрите, ребята, какая вышивка. Посмотрите. А ну, палец интересный, можно было решить? Друзья, здесь очень все серьезно, здесь очень серьезная работа. Машина вышивка, да? Это машина вышивка. Посмотрите. Попытались вышить нашу скоропослушность в национальном банке. Получилось так. Получилось очень серьезно. Здравствуйте, здравствуйте. Филипп, покажите, пожалуйста, какая красивая площадка. Мы оставляем номер телефона Матушке Феодосии, куда какой-то приход или какие-то люди хотят пожертвовать на приход. Клощаницу, образ Спасителя Божьей Матери или ленточки на Евангелие. Вы можете позвонить по этому номеру телефона, сделать заказ и по новой площади мы вышлют. И вы сделаете доброе дело. Немножко, так сказать, поддержите монастырь. Хар Угрида. Ну, все, что связано с вышивкой и с облачениями. Вы можете позвонить по этому номеру телефона и сделать доброе дело. Ну и, конечно же, сделать хороший подарок для своего прихода. Ну, такое последний раз я увидел у себя в доме, когда бабушка вешала вот такие вот ручки, там иконочки. Ребята, у вас есть уникальная возможность позвонить Матушке Феодосии, заказать такие красивые. Кому-то на свадьбу, в уголок. Повесили такую краску, Филипп, ну ты посмотри, Христос Воскресе, посмотрите. Ну, родительский Воскресе. Это не вот эта китайская седьмого километра, вот эта с блестками, чтобы потом весь батюшка все в этом. Друзья, звоните. Это нам долго. Да, это нам все жестко. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, это отец Игорь. Он здесь служит уже 5 лет в этом монастыре. Вы женаты, да, батюшка? У вас есть семья, но вы служите здесь. Батюшка, я не буду долго расспрашивать, мне интересует одно. Вы стали свидетелем на Донбассе вот этих страшных военных событий. И вы как духовник, как священник, наверное, через вас прошло очень много людей, которых нужно было поддержать, укрепить, у которых и дети страдали, и умирали, и всякое-всякое было. Скажите, как это быть священником в такое тяжелое время, в таких местах? Ну, с одной стороны, это очень тяжело, с другой стороны, благодарим Бога, что Господь посещает нас такими скорбями для того, чтобы мы могли в несколько иных экстремальных условиях посмотреть на самих себя. И когда человек приходит к тебе с горем, жизнь, может быть, для кого-то закончилась, потому что умер отец, погибли дети, погибла молодая жена. И вот это вот сопереживание помогает нам вместе нести боль утраты и боль того, что происходит у нас на страдальной Украине. И когда приходят к тебе люди и рассказывают боль своего сердца, то, конечно же, и другой раз не знаешь, что ответить. Потому что, чтобы ответить на такие вопросы, нужно самому этого пережить. Но смотря на это со стороны, мы понимаем, что только с помощью Божьей и внутренними силами можно преодолеть эти трудности. Ведь Господь говорил, что будет разное на этой земле и боль, и скорби, и болезни, и будут предавать люди людей. Но именно великодушие, именно любовь к жизни и помогает пройти эти трудные моменты. И поэтому стараешься, насколько это возможно, утешить каждого человека, сказать доброе слово, поддержать, сопереживая каждому из людей. Да, вы знаете, Владыка Митрофан нам рассказывал, как Славянские служили службу на улице, когда проходили боевые действия. Летали мины, разрывалось, но они стояли и служили литургии. Скажите, Игорь, у вас такое было тут, что-то такое подобное? Вот именно, конкретно здесь я такого не застал. Но Матушка Игоря мне рассказывала, что они служили службу на Успение Божьей Матери. И здесь пролетал вертолет на очень низкой высоте. И, конечно же, это было страшно для невоенных людей, мирских, которые просто мирно стоят, молят Бога о мире во всем мире, в Украине в том числе. А над тобой летит махина, и вот, издается невероятный гул, который... У меня было ощущение, что вот в эту секунду у нас никого не станет. Да, да, который буквально входит в оцепенение и душу, и тело, и наступает такой страх внутри. Который непреодолим для человеческого понимания сознания. Но, опять же, Господь всех нас любит. Господь и учит нас, чтобы мы любили друг друга. И поэтому вот эта вот любовь к Богу и переживания друг за друга, молитва, конечно же, нас подкрепляет и дает силы снова и снова встречать таких людей. Провожать, дарить им улыбки, дарить им доброе слово. Дай Бог, чтобы каждый из нас это помнил. Эти все уроки нам даются не просто так, а для наседания, чтобы мы стали сильнее, чтобы мы стали ближе, чтобы мы не были чужды другому горю. Видели боль другого человека. Спасибо большое, отец Иер, я надеюсь, что дружба между Одессой и Донбассом будет, как всегда, велика и крепка, и будет вдохновлять вас, людей, которые отдали очень много сил, и придется, может, еще много отдавать для того, чтобы утешать страждущих людей. Возле монастыря находится огромный парк, зеленый, с красивой травой, сюда приезжают свадьбы, сниматься, да, здесь находятся огромные памятники, где написано имена погибших из Сергеевки, да? Да, это все Сергеевские жители, которые защищали не только Сергеевку, всю нашу страну во время Великой Отечественной войны, вот все их имена. Здесь братская могила тоже есть? Братская могила на территории монастыряной храма, а здесь вот просто такая памятная. Не просто так все здесь, ребята, очень красиво. Матушка, а как этот образовался красивый парк? Была прилегающая территория к храму, она была в большом беспорядке, если так аккуратненько сказать. Потом усердием, опять-таки, Виктора Павловича было все это организовано, вот в том виде, в котором вы его видите, да. Поддерживает местные жители, оплачивают труд, да, и сельсовики. Ну, очень красиво, слава Богу, конечно. Мы свидимся вместе, он всех радует, потому что, ну, живое это есть живое. Да, тут и сосны, и клин, и куча-куча всяких вот туи. В одном месте только сохранились старые деревья, все остальные новонасаженные, поэтому этот парк закончили прямо перед самой войной. Не успели поставить фонари и лавочки. Ну, надеемся, что поставят и фонари, и лавочки, надеемся. Абсолютно не хочется уезжать с этого удивительного места, с этого прекрасного монастыря, села Сергеевки, но нам нужно ехать с Филиппом дальше, снимать материалы, работать, служить, в семью попасть. Мы хотим сказать, что этот монастырь нас поразил необыкновенной своей красотой, необыкновенным радушем. Здесь любой паломник может приехать, здесь есть прекрасные условия для того, чтобы паломник мог остановиться, потрудиться, помолиться, помочь матушке. Есть что делать. Мы надеемся, что каждый из вас приедет, и традиционно, друзья, мы оставляем тысячу гривен, матушка Феодосия, вам, каждый из вас по традиции приедет в монастырь, матушка Феодосия, мы увидели, значит, ролик про МАУС, и вы скажете, какое послушание, там, запачкать машину, помыть машину, посыпать, не знаю, помыть окна. Все, что вы скажете, человек должен исполнить, получить от вас, при этом, ребята, не забывайте в горизонтальном положении это снять, все, что вы сделали, как вы получили, и отослать на номер, который вы видите внизу. Матушка, мы вас очень благодарим и надеемся, что этот проект поможет показать людям, всей нашей Украине, что вы пережили за эти годы, какой вы несете крест, в каких вы условиях, и надеемся, что люди обязательно сюда приедут. И, друзья, кто не может сюда приехать, мы внизу сейчас оставляем номер телефона монастырский, вы сюда можете позвонить или по мессенджерам, ватсап, вайбер, телеграм, отослать сообщение, в котором вы просите, чтобы помолились, там, сорокусство, здравие, упокоение, все, что можете сделать, и пожертвование перешлете уже, как вы там договоритесь. Все, матушка, мы все. Мы очень благодарим за то, что вы нас посетили, дорогие друзья одесситы. Мы передаем низкие поклоны, благодарность улыбке Агафангелу, что он благословил этот ваш проект. Нужно говорить не просто о том, что где-то кто-то молится, а действительно, что православие — это жизнь в радости, в добре, в мире, в любви, в единодушии, что радость того, что ты возле Христа, и вот эту радость дарить другим людям, просто делать себе приятно, потому что ты кому-то что-то отдал. Это здорово на самом деле, потому что сейчас больше, честно, есть вот это того, что и не получает это добро, потому что мы не умеем его просто подарить. Я всем желаю, чтобы все у всех получалось. Приезжайте, мы с любовью, с радостью всех встретим, примем, помолимся за ваши просьбы, нужды. Это наша обязанность. Мы ее с любовью выполним. Всем мира, Божьей благодати, радости на душе, не благодаря чему-то, а вопреки всему. Друзья, не забывайте, делите видео, ставить лайки, писать свои комментарии, может кто-то рядом здесь живет. И обязательно приезжайте в Сириевский женский монастырь. Сириевский женский монастырь. Сириевский женский монастырь. Сириевский женский монастырь. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...